Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1108. Событие дня. Второзаконие 32-35. У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблятся ноги их, нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Это говорит Господь Бог, имя Ему, любовь. Некоторые играют этим словом, а Бог – любовь, Он всех любит, как бы ни веял, лишь бы только именем Христовым назывался. Любой еретик себя подсаживает к церкви. Никого, даже не знает, а кому ты принадлежишь? А я не знаю, к кому, я христианин, я ни с кем. Совершенно потерянные люди. Это за 28 декабря 2018 года. И объявление. Я быстро пролистаю, чтобы увидели ежедневно. Относительно Нового года даю материал с нашего форума. И показываю, вот, можно набрать. И сразу, это просто Новый год, поисковик зарядите на нашем форуме. Богатый материал. Юрий Соболев, благодарю за беседу, Игнатий Тихонович. После общения с вами всегда светло на душе и в доме становится. У меня к вам просьба, Игнатий Тихонович, обращайтесь ко мне по-прежнему, по имени, по-братски. А значит, и по-евангельски. Я вам во внуки гожусь по возрасту, и мне неуютно, да и непривычно от вас слышать мое имя и отчество. Это мне на работе этого хватает. Храни вас, Христос. Молитвенно обнимаю. Ну, а тут ролик интересный был. Мы поставили патриарху и президенту, как бы я, если был, и какие как бы советы даю. На один день меня избрали успеть. Я отвечаю. Прочитайте, пожалуйста, комментарии о администрации нашей со Стивом из Америки. Номер 4. Передайте наши координаты. Вот как это. Рахиль. Да благословит вас Господь в этом деле, чтобы Стив с семьей поселились в Потеряевке. Аминь. Ну, не знаем, Богу угодно или нет. Но мы должны что-то делать, сказать, сообщить, не молчать. Но вчера уже поступил от него звонок, не на меня, а через перекладных. Спрашивает, есть ли дома на продаже, и сколько стоит земля, и есть ли где дом построить. То есть вот за неделю маленько что-то изменилось уже. Арам пишет. Здравствуйте. Недавно узнал про вас, и что вы проводите лекции по скайпу. Хотел узнать, можно ли записаться и как. Благодарю. Татьяна. Я не указываю фамилии, потому что недруги, как псы бешеные, нападают. И на меня заливают. Вы с кем знаете, да вы скорее уходите, вы погибнете. Ну, всякую мерзость говорят. И поэтому, если какой-то недостаток, если фамилии нету, но это не мой, он ляжет на них. Я по неболе обязан забор делать выше, потому что хулиганье лезет. Здравствуйте. Уважаемый Игнатий Тихонович, обращается к вам Пимонов Игорь Брониславович из Казахстана. 54 года от роду. Христианин. Донской казак. Ваш подписчик на канале YouTube увидел на канале три книги толкования Нового Завета. Очень нужны эти книги, так как очень часто среди казаков возникают дискуссии по вере Христовой, по Библии и так далее. Ну, я буду сразу комментарии давать у казаков. Я их считаю, как цыгане, примерно в таком уровне. Верующих нету, еще ни одного не встречал, как и цыган. Так, для виду, для параформы. Как могу, поясняю, но сам порой не силен в понятиях. Сейчас развелось умников-новоделов, каждый прет свое, кто на что гораст. Я пытаюсь вразумлять, но настолько, насколько сам понимаю Писание. Что-то знаю от вас, очень много чего узнал. Но хотелось бы самому вразумиться. Книги нужны, как воздух. Как их можно получить? Оплату на все расходы гарантирую. Пишу со страницы жены, так как сам нигде не зарегистрирован, только в WhatsApp. Живу без соцсетей, и слава Богу, жив-здоров. Если можно мою просьбу исполнить, отпишите на эту страницу, или как правильно назвать, я не знаю. Слава Богу. Уберег он меня от болезни интернетовской. Жена предложила дружбу, или как правильно, не знаю. Заранее благодарен, храни вас Господь. Сергей Козлов. Тут фамилии я указываю, потому что за этих людей я не боюсь. Они крепкие. Они сразу по зубам звякнули этих, на которые нападают. И они там, говорит, и обморались, и обмочились со страху. Что они стали писать? И бесноватый Сергей парализованный. А он Господь ему дал. И Максима тоже пытаются трогать. Сергей, говорит, Максиму. А, это он Сергею, говорит, Максим. Я давно не следил за вашим, Сергей, творчеством. Тут посмотрел, и я в шоке. Скажу прямо, исходя ваших ответов и советов женщине, мой вывод, ваше познание в психологии людей, психологии семейных отношений, психологии женщин, и что самое печальное в духовных вопросах, находятся на уровне 13-летнего подростка. И это не комплимент в духе «Будьте как дети». Это я о вашей глупости. Это Сергею парализованному пишет Максим Степаненко. И хуже того, что вы уже начали мнить себя старщиком. Это православная патриархина. Старщик. Я посмотрел комментарии под видео на трубе ваших почитателей. Они еще более утвердили меня в этом мнении. По закону подобие подобное притягивается к подобным. Это кошмар. Что за публика? Тяжелейшая степень поражения православием головного мозга. Плюс безграничная глупость. Вот кто собрался вокруг вас. Если бы вы не мнили из себя старщика, а были бы в духе святом, то ответили этой женщине вот так. Показывает как. У меня нет длительного положительного опыта семейной жизни и воспитания детей. У меня нет богатого живого опыта общения с людьми. Людей я плохо знаю. Ибо уже сколько лет парализован и мой круг живого общения, узок, я не считал и не считаю литературы по психологии. Я это выделю сейчас, что не считал, литературы по психологии. Это очень важно. Поэтому я по вашей проблеме говорить ничего не буду. Не знаю, как он нашел на него и просил ли его Сергей комментировать. Но, однако, так вот идет. Даже то, с каким мотивом вы выложили это видео, говорит, что вы были движимы с тщеславием, а не Богом. То есть не в духе святом. С тщеславием, а не Богом. Ну, это сгодится знать. На меня клеветали. Ну, да что? Надо же, вот беда и трагедия для честного, в кавычках, Сергея. На него одна женщина в видео, которая посмотрела два с половиной человека, сказала клевету. Когда на христианина клевещий, то он оправдывается, то он теряет блаженство. Смотри на горную проповедь. У вас с Игнатием Пихоновичем одна и та же беда, в кавычках. Ну, раз он меня тронул, ну, естественно, что заслужил. Вот. Я еще раз повторяю, у меня есть табу на некоторых людей. Максима я, вот, он говорит, я ему на каждое слово могу ответить. И не просто попятится он, а долго будет опамятоваться. Но я ни слова ему не могу сказать. У нас были хорошие отношения, я его знаю. И что бы он ни говорил, я ему уже не отвечу. У меня есть такие люди, их немного. И вот Андрусенко, допустим, это добрейший человек. И он говорит, я его оставляю высказывания, даже самые глупые, самые просто безумные. Я их все оставляю. Если к нему вернется разум действительный, что это не придуряется, чтобы он потом увидел, что он творил, что он говорил, тогда поймет. Поэтому у вас с Игнатием Тихоновичем одна и та же беда. Беда в кавычках. Отсутствие тяжелых грехов, которые бы смиряли сознание. То есть, ну, очень плохо, что мы никого не убили, нигде не блудили. Это беда наша. Тогда бы мы смирились, как вот так, с крючком согнулись, и грешен, супергрешен, архигрешен, грешен, грешен. Вот так бы. У вас их нет по причине того, что из-за болезни грешить не можете. Все это и приводит к прелести о себе. И о своих духовных возможностях и способностях. Мне Господь и тому подобное. Но он парализован, но я же не парализован. Я все время с народом. Ты смотри, как начальника плагерей трясут. Сколько педопилии развелось, сколько чего. На меня нигде, ни разу никто не посягнул. Ни разу. Я на людях. И у меня все время занятия со студентами, и каких только нет. Я встречаю, посмотрите, когда женщины встречают, обнимают, целуют. Я свободен, но меня он в этом не обвиняет. Отсутствие тяжелых грехов. И что это? Это грех? Отсутствие тяжелых грехов у Иоанна Богослова. Ну, отсутствие. Значит, нужно согрешить, чтобы покаяться. И это уже далеко заходит. Потому он такой, что отсутствие тяжелых грехов. У вас их нет. Не можете грешить из-за болезни. Все это приводит к прелести. Вот это слово прелесть и гордыня. Два слова. Прелесть и гордыня. Это особенно тех касается, которые многое познали из мирской литературы. Прелести выделю, чтобы видно было. Если говорить прелесть и гордыня, то, как правило, человек имеет отношение или к священству, или к миссионерской деятельности. В кавычках миссионерской. О себе. И о своих духовных возможностях и способностях. И еще чуть-чуть. И лесть ваших посчитателей с ПГМ превратят вас в старщика, который возомнит себя трубой Духа Святого. Значит, это самое большое. Грешный, грешный, супер грешный. Кого-то привлечет. А трубой Духа Святого. Да к этому и стремится человек. Он и должен быть таким. Я таким и считаю, Сергей. Таким именно считаю. Теперь, по сути, вопрос о ситуации. Их брак был изначально дефективным. Этот грех конченый подкаблучник. Да она явно не по большой искренней любви вышла замуж. Тут я уже нигде ничего Максиму не могу сказать. Вот у него тут познания очень большие. Ну, это мерзкие люди. Муж ее также не любит. Но будучи лживым и лицемерным человеком, вместо того, что это его, это честно есть сказать, он начал лукаво использовать религию для обоснования развода. Я таких случаев видел немало. Тоже верю в этого Максиму. У мужчины не не афитские проблемы, а серьезные духовные проблемы. Вот слово проблемы. Терпеть не могу. Просто выплевываю их, как гадость какую. Замените другим словом. Нерешенный вопрос. Там уже терминальная стадия ПГМ. Что это ПГМ-то, Володя, разъясни. Что-то такое нехорошее, видно, стадия ПГМ. Ну, надо где-то посмотреть. Что-то вроде знало. Лицемерный лживый невротик. Он и все такие невротики, которые себя наказывают, восклицательный знак, за изначально дурной брак. Огромное чувство вины. Для лечения его невроза уже требуется психолог. Мой совет. Никакого венчания. Развод. Тяжелый, лживый, лицемерный невротический брак. И вина на обоих. Оба кривляются и лицемерят. Какой тут крест? Браки невротиков – это отношение на саморазрушение. Эти люди не только не возрастут духовно от этого брака, а еще более деградируют. Я их прослушал, ролик от этого. Сергей, прекратите давать кому-то советы по семейным вопросам. Тут вы настолько наивны, скажу прямо пенек. За всеми вашими теоретическими советами не стоит реального опыта общения с женой в домашних условиях, в кавычках. Как может ли без ноги давать советы, как бегать? Может ли человек без семьи давать советы о том, как вести себя с женою? Очнитесь от прелести. Вот это я уже выделил. Самые лучшие советы дают люди, которых семьи нету. Вот в чем дело-то. Ну, кто? Где? Ну, в первую очередь, апостол Павел. Не было семьи, но лучших советов нету. Отец мировой педагогики Яна Амос Каменский. Далее, Ян Златоуст. Какая у него семья была? А посчитайте, как о девсе, как о всем говорит, о женитьбе. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Григорий Чудотворец, Ефрем Сирин, Кирилл Иерусалимский, Кирилл Александрийский, Иероним Стридонский. Еще буду перечислять до вечера. Очнитесь от прелести. Ну, это уже к тому, кто впереди что это сказал. Человек без семьи давать советы не может он. Ну, это не то, что глупость, а совершенно насмешка какая-то над всеми святыми, над всеми апостолами. Это никуда не годится так, это залезти. Человек без семьи давать советы. Значит, а который живет с семьей, он может давать советы. Она говорит, вот она говорит, у меня когда детей не было, у меня советов было, ой, советов, я знала, как воспитывать, не меньше десяти. А сейчас, а сейчас десять детей, и ни одного совета. Все разрушено. То у меня очень близкий человек, он готовился принимать, не хотел, чтобы жена родила, чуть не сказал, в дурдоме, в роддоме. Ну, и все сделал он. И дезинфицировал ножницы, бинты приготовил-то. А там меньше-то дети-то подрастают. А он давно не проверяет. Наступило время, он кинулся, а ничего нету. Он тогда, давай, дети, айде. Я не знаю, как ты дальше составил это. А он как заходит, там половичок, ноги вытирают-то. А его дезинфицированные приборы, все там лежат раскрытые. Ну, бери и режь. Это тоже что-то значит. Люба Дучек. Максим. Есть немного, но опять же, его не обязательно слушать. Просто многие действительно прям прислушиваются к нему, как к последнему авторитету. Еще мне не нравится, как он плохо отзывается о священстве. Даже о патриархе как-то говорил, что он неверующий человек. Сергей Козлов ответил Любе. Люба, для начала покажи Максиму свое резюме, а потом только, если захочешь, будешь искать поддержку. Люба говорит. Сергей, ну да, вы у нас один верующий, а все остальные, даже священники, включая патриарха, неверующие. Святой почти. Сергей, Максим, вы так привыкли давать всем советы и оценивать людей, что это стало похоже на ответы за программированного робота. Это в ответ Сергей Козлов говорит. Максим Степаненко. Железный вывод и никакого внутреннего проникновенного понимания. Со своими советами вы напутали. Видимо, давая кому-то жизненное наставление, свое внимание переключили на другой объект, а программа не успела за процессором. Я вашими путями не хожу и совета всему миру не даю. Я только предлагаю людям взглянуть на проблемы через призму писания. Где вы увидели мои советы? Не вам оценивать мой жизненный опыт. Жизнь расположена не в одной плоскости, и люди не дикое стадо, каким видится вам. Каждый человек имеет индивидуальную тропинку к своему сердцу, и заезжать туда на бульдозере. Как делаете это вы? Нельзя. Не волнуйтесь. Лучше спите побольше. А то Сергей Козлов парализованный, так говорит. Максим Степаненко. Сергей, Вся ваша писанина про смирение после этого ответа, лицемерие. Не прошли вы тест? Да, скоро будет новый интернет, старчик. Нравится показать список, оценивших два часа назад? Так, Сергей Козлов, понимаю, Максим, тяжело, когда обнажается суть. У Господа еще тяжелее будет. Требуется смирение, не понимая, какое оно. Требуете. Не понимая, какое оно. Остыньте, не судите людей. У Господа людей свой суд. Вот я на это хочу остановиться. Мы беседуем, ролик есть такой. Максим Степаненко в Потеряевке приезжал, принял крещение правильное, все. И Нина захотела с ним встретиться, Жолнирова, что ее там выгнали, в храм не запускают. Она приехала, она ничего не делала, не говорила. Поп. Ну, такие бывают. Ревнители православия. Чернодаров он, Ильич. Чернодаров, не знаю. Село Клочкири, Ребрихинского района, Алтайский край. Он ее не запускает в храм, и все. И она стоит под дождем, под жарой. Зимой стоит валенки, примерзает к земле, снег протаивает до земли. Она очень верующая. А что требуется? Чтобы она нас оплевала. Нам не ходила. Теперь он Спиридон, монах. И она ему все рассказывает. Вот я стою как. Он сразу же переключился на нее. Так вам и надо. Вы должны там стоять. А то расстанавливается вроде где-то. Я отодвинулся. Ой-ой. Это как же так? Душа израненная, ничем не виноватая. А почему он не бросился на этого самодура? Его никто не одобряет. Ни митрополит, никто, никаких мер-то не принимают. А он дальше безумцы. На суде Божьем-то будет как-то. А где любовь? И храм ему не принадлежит, он не строил. Он никто там. Сергей Козлов ответил Максиму. Максим, сплошной лист и мерь, если бы этот ваш комментарий был сердечным позывом, вы не стали бы его публиковать. Пишите о смирии. Пишите о смирии. И прям кончина мира, безумие. Максим Степаненко ответил Сергею. Сергей, мне добавить нечего. Не понял, так не понял. Подскользнуйся и упасть можно даже лёжа. И вы это сделали, увы. Вы уже третье щадо ИТ, которое на своей правоте начал скользить по наклонной, и которых я знаю. Андрусенко, Дмухов. Во-первых, щадом ни тот, ни другой не был. А только были здесь. Здесь стопроцентная ошибка. Были бы щадо, они бы туда не пошли, не поскользнулись. И вы видели, с Андрусенко, я вас на одной качели качал. И вы даже не поняли, почему я ролик назвал «Раскачка». Вас даже на это не хватило, друзья мои. «Раскачка». Не просто я качаю, а назвал его Дмуха. Он плевал перед батюшкой. Когда он был щадом-то? В какой момент? Покажите. Где он слушался? Когда? Вот так. Милости Божьей просим. Так что здесь Максим на сто процентов, говорится, никак сказал. Сергей Козлов ответил Максиму. «Максим, своего гуру с большой буквы лучше не показывайте. Если от вас таким холодом беет, тогда каков ваш гуру?» Максим Степаненко ответил Сергею. «Сергей, и кто мой гуру?» Значит, не кто мой гуру, но кто. Если бы меня спасили, я бы сказал, кто. «Дворкин, Александр Леонидович, Сергей Козлов. Тот, кто сеет холод в ваше сердце?» Максим Степаненко ответил Сергею. «Сергей, вы видите холод? Я вижу соль. Она щиплет сильно. Но вы не мальчик, чтобы в разговоре с вами мягко стелить?» Не знаю. Я никогда ни одному человеку в жизни не отвечал так. Ни наяву, нигде. Как одни говорят, у нас соседи грамотные, с высшим образованием. Как начинают ругаться, на трех языках ругаются. По-французски, по-немецки, по-английски, да еще и по-русски, по-матушке. Сергей Козлов ответил Максиму. «Максим, да, я не мальчик. Научился отличать соль от льда?» Ответил так он Максиму. «Максим, вы, видно, еще и завистливый человек-то. Я не прав?» Максим ответил Сергею. «Сергей, вы очень сильно духовно заболели. Кого вы выберете в качестве третьей стороны? Игнатий Тихонович Лапкин, для вас еще авторитет?» Сергей Козлов ответил Максиму. «Максим, вы говорите о духовном, не имея об этом никакого понятия. Вы путаете духовное со знанием по психологии. Психия – это душа, и знания душе даются духом, а не как книжками по психологии. Отрежет. Люба Дочичак ответила Максиму. «Максим, куда уж вам до духовности? Только один Сергей духовный!» Бабенка тут какая-то под ногами путается. Ответила и Максиму еще раз. «Максим, все кругом не христиане, и не верующие, включая священников и патриархов». Она их вообще не знает. Третий раз одно и то же повторяет. Она думает, что Максим ее одобрит. Да у нас у него на 90 с лишним процентов на букву «Б» название. И правильно делает это. Тут мы и познакомились, когда его начали душить. Я Максима считаю в этом вопросе, где он выступил, от церковной мерзости везде, просто герой. И для меня он остается таким. И поэтому еще раз повторяю, что бы он ни говорил конкретно против меня, а говорил он очень много после нашего расстояния, как мы расстались. А я против него ни одного слова. Ни одного. А он там целые ролики про меня выпускал. И мне как будто этого нет ничего. Я по-прежнему люблю его и молюсь за него. Помилуй его, Господи. Хороший человек. Сергей Козлов, «Люба, я знаю много верующих». Максим ученый, маловерующий. Максим Степаненко тут же ответил Сергею. «Сергей, не уклоняйтесь от моего предложения. Как вы смотрите вашу ситуацию обсудить с Игнатием Тихоновичем? Он для вас еще авторитет?» Сергей Козлов уже в два раза у нас спросил. Отвечает Максим. «Максим, какую мою ситуацию? Это ваше мнение, а не моя ситуация». И Люба Дучак выскочила. «А Сергей, психология бывает не только светская, но и православная. Это совсем другая психология». Это Сергей, она говорит. «Есть священники, которые являются еще и православными психологами. Это неплохо!» Максим Степаненко ответил Сергею. «Сергей, вы в реальном духовном самообмане. Вы не хотите отсуждать с Игнатием Тихоновичем?» Третий раз. Сергей Козлов ответил Максиму. «Максим, вам нужно духовное рождение. Только потом вы сможете рассуждать о духовном. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». 1 Коринфян 2.15. «Игорь Гарин» ответил Максиму. Вот еще один. «Максим, никому еще не удалось подловить Игнатия Тихоновича, и Сергея вам не удастся, потому что с ними Христос!» Максим Степаненко ответил Игорю. «Игорь, только что-то он отказывается это обсуждать с Лапкиным-то. Ситуация с греками, в кавычках, увы, говорит об обратном, только духовный самообман». Игорь Гарин ответил Сергею. «Сергей, Псалом 119.7. Я мирен, но только заговорю, а не к войне». «Максим, Сергей вам не враг. Игнатий Тихонович, я уверен, молится о вас». «Да, Игорь, молимся». Максим Степаненко ответил Игорю. «Игорь, кто говорит, что он враг? Человек в беде еще худший, чем его плотская болезнь». Максим Степаненко ответил Игорю. «Игорь, кто говорит, что он враг?» «Так, Игорь Гарин ответил Максиму». «Максим, мне так показалось. Давайте помолимся друг за друга, чтобы Господь менял нас к лучшему, и чтобы в нас не осталось ничего худого, чтобы мы пришли на вечерю в белых одеждах». Ото мне все скинул Сергей Козлов, парализованный. Я ему отвечаю. «Спаси, Христос, я с вами». «Все вы ответили прямо и по Писанию. Храни вас Бог. Под каждым вашим ответом моя молитва благодарности Богу за вас, дорогой труженик Христов». Я ему дал ответ. Арам. «Да, спасибо. А вас не хотел бы отвлекать и времени отнимать. Просто послушаю занятия, посмотрю, как они мне подходят». А я попросил, ну, тут ролик составили президенту и патриарху из пережитого. «Как бы сон» 28-го. Я отвечаю. «Имею уже более чем полувековой опыт, что самое жестокое, беспощадное, самое наилживейшее, самое бездуховое ныне в ММП, в Московской патриархе, у тех, кто как-то соприкасался или даже работал в их «миссионерских» отделах, ни разу и нигде не встречал там рожденного свыше Вадимова Духом Святым. Может быть, просто не встретились, но полагаю, что там и быть не может живого. Там задача уметь кусать, ломать, поносить в компании. Когда они поврось, то их картонные мещи в труху разлетаются в первые же полчаса». Сергей, именно так. Отношения, вождение духовное путают с умовыми знаниями. «Слепнут от наполнения мозгов-то, а путей у духовных не ведают». «Благодарю, дорогой Игнатий Тихонович. Я знал, что вы со мной. Максим, видимо, и не догадывается, что весь оставшийся его рейтинг держится на ваших о нем отзывах. Я из уважения к нему не хочу этой беседы, так как от него ничего не останется после беседы. Одни клочки по закоулочкам». Я отвечаю. «И ту двухчасовую вашу эпопею, где Дмитрий из Греции, я прослушаю от корки до корки. И этого Дмитрия тут же заблокировал. Он не держит своего слова, и все мирское скидывал мне в аудио, и просил прощения уже после вашей беседы. Сейчас я только что выставлю ролик про президента и патриарха, как бы я поступил там-то и там-то. Вот стих, вполне высвечивающий путь патриарших миссионерских отделов». Ну, патриаршие миссионерские отделы, они тут, конечно, не просчитают, а может разнесется. Исайя 47.10. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знания твои, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце с вами, я и никто, кроме меня». Это вот дворкинская, все в это влазит. Сергей, аминь. Администрация. Стив пишет сейчас, пишет здесь по-английски. Ну, может быть, я уже и произнесу. Про «are there houses in the village that I could buy?» «Бюми». Вот это слово. «Or a plot of land that I could build a house on». Перевод. Есть ли в деревне дома, которые я мог бы купить? Дома. Не которые, а которые я. Или участок земли, на котором я мог бы построить дом. Значит, мог построить. Я отвечаю, есть и дома, и земля. Но это все нужно смотреть здесь, в Потеряевке. По площади подходит или нет. Но самое главное, сначала нужно побеспокоиться о гражданстве в России, чтобы все было законно. Чтобы не выпроводили потом власти. Заочно это не решается. Уходят годы. И в Америке тоже нужно знание языка, и потом будет экзамен. Для большей семьи дома эти маловаты. Вот. Надо знать язык. И что интересно, я был в Америке и жил у Орлова Никиты Феоктистовича. Он теперь митрополит Антоний в зарубежной церкви. Не осколок, от зарубежной церкви, от остатка, который остался, который никуда не ушел. И он вел занятия. Одновременно русский человек. И, конечно, это государственные занятия. И много там было разных, как их называют, ну, с Бразилии, оттуда все. На уроке. И я тоже сидел с ними и тоже поднимал руку отвечать. Он задавал вопрос, на каком этаже, что живет, как живет. Ну, преподает, конечно, хорошо. Но самое главное, сначала нужно то сделать. И, конечно же, это все будет делаться только весной. Сейчас нужно будет встретиться, чтобы они и Волкеру, этому смешливому, сказали позвонить мне и приехать. Ну, это Джастес. Как и... Ну, по-русски я даже не знаю. А вот это-то... Так, это что получается? Митчелл, Стив. Стив это Степан. Я сразу догадался. А вот тут не знаю, Джастес, как перевести. Этому смешливому сказал позвонить мне и приехать. Вот разговаривали с Америкой. И она его сразу подняла. Говорит, клоун. И так и клоуном называет. Они больше знают американцев. Юрий Соболев говорит, попалась на глаза и сразу подумал о вас, по-христиански, можно было бы сказать, благочестивее, но цитату не правят. Можно было бы сказать по-другому. Вопрос к Пупкову. Сергей, относительно его канала. Я слышал только клеветы на ваш адрес. Он тот говорит, что у меня нет сомнений, вы прекрасный человек. Уальд. Он столько прочитал плохого про меня, допустим. Ну и клеветы там ролики ставят. Он говорит, я сразу понял, вы хороший человек. Такие силы сатаны на вас задействованы. Евгений, Ксения полностью с вами согласен. Жаль, что Роман этого никак не может понять. Ну, а Роман Фроликов. Я думаю, что им руководит гордость, к сожалению. А как известно, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Послание Якова 4,6. Евгений, Ксения полностью с вами согласен. Это уже они на нашем содружестве, чате называют. Жаль, что Роман этого никак не может понять. Так, Евгения Шкорина, или Шкорина, спасибо. Иногда тоже замещаю за собой немного, а порой и слишком много гордыни. Татьяна, спаси Господи за подробный ответ на мою просьбу по книгам. Позже свяжусь с вами. Сергей Игнатов, спаси Христос, отец Игнатий, твою просьбу выполнил. В Фейсбуке я несколько раз транслировал этот и другие видеоролики для Стива Митчелла, проповедника, который с девятью детьми собирается приехать в Алтайский край из США. Не 9, а 14. Стать гражданином России и купить землю. Вчера, 27 декабря 2018 года, мне звонил старший сын Рустик, 1984 года рождения, который два года живет в городе Магнитогорске по вопросу возможностей приезда его жены Екатерины с детьми в нашу донецкую квартиру, а он останется в Магнитогорске. Его жена родом... Ну и дальше, прочитайте все здесь. Такое... Там трудно жить. Ну остановитесь и прочитайте. Интересно пишет. Ну и так сегодня уже много я это время потратил на это. Ну и пишет. На этом пока все. Передаю низкий поклон твоей преданной супруге Надежде Васильевне, которая тебя никогда не оставляла и брату во Христе Владимиру со всеми ближними и дальними. Аминь. Вот Надежду где-то найти здесь. Вот она сидит. Сергей Егорович. Поклон ему передают. А там где-то Володя. Володя, ну как Надежде Васильевне, подойди, чтобы видно было, что ты рядом. Вот он где. Он на кухне там. Ну Сергей, взаимно. Поклон тебе все передаем. Татьяна Ивановна. Прочту ваши рекомендации. Спасибо. Свяжемся. То есть она шляпу одну выставляет, а сейчас листа нету. Я говорю, ты себя покажи. Благодарю вас, уважаемый Игнатий, за записку, ответ. И понимаю. Согласна с вами. Но весь мир душа моя не вмещает. А иметь просто номинальных друзей мне не досуг. Честно. Благодарю за предложение ссылок с сайта. Постараюсь непременно. А пока что с признательностью за трезвость мышления. Перечить вашему рассуждению нечем. Не буду долго пояснять себя, да и ни к чему, или есть, или нет. А подтекстов искать, конечно, касательно моей личности, просто не стоит. Забудется. Храни вас Господь и ваш ангел. Татьяна. Ну и тут вопросы другие были, еще выставлены. Я отдельно потом их. Стив. Вот покажу сейчас переписка со Стивом, Митчеллом. Это мне выставили ее. Вот он. Прекрасно. И вот дальше в оригинале, как переписка шла. Это у меня уже выставлено было. Ну, можем показать. Дальше. Кто хочет читать, читайте. Я просто... Это администрация наша разговаривала, администратор. И вот такой у них был разговор вчера. И уже было, но интересно просто сохранить. Это переписка у них была. Оказалось, у них там и нету связи с интернетом даже. Вот. И какое? Это утром вчера уже они договорились все это. Ну, разговор хороший. Но это видно, что по приборам работает. Тоже ошибок много. Ну, понятно. Хотя бы понятно, о чем разговаривают. Кто по-английски-то не знает, а по приборам, по-разному. Вот видите как. Сейчас я перевод буду давать по-русски здесь. Не я. Спросите, чтобы помолился за нас. А вот теперь перевод на русский со Стивом. Рассчитайте. То есть, постарайтесь затормозить, тормозить и дальше легко будет читать. вопрос расспрашивает этот Стив. Молодец. Он мне понравился, скажу. Понравился. Это не то, что тот хохотун. Джастас. Джастас, даже если мы свяжемся, у меня, не знаю, конечно, но думаю, никак не... Но нужно нам встретиться обязательно, потому что в феврале, думает, приехать уже сюда Стив Митчелл. Митчелл. Вот он говорит, мне старай обряться. Я выделил это. Ну вот это все. Теперь я это могу убрать. То, что здесь было, им есть, чтобы не забыть, где я вот сюда в ответы суну и все. Ну, про Новый год я уже давал. Теперь глянуть наши ресурсы, чтобы увидеть, какие... Вот мой мир очень люблю я здесь. Если я с голубем, туда не писать. А вот это вот ленточный, называется, православный форум. 3247-й день. Ну, у нас все есть, когда что было открыто. Вот это наш канал. Вот кто-то уже зашел. Вот я сейчас зайду, и интересно, ну, если ругательство, не виноват. Вот колокольчик, система высвечит. Кто-то за это время комментарий давал. Вот я открываю, что? Пишет один кто-то, Игнатий Тихонович. Как вы тот час, тот час нашли стих для названия ролика? Добрый разум доставляет приятность, доброта и открытость на лице у парня. Слава Иисусу Христу! Вот. Вот это... Ну, вот смотрите. Нет, не то. Не то маленькое, не то. Не туда я это... Сунул-то его. Вот сейчас я снова и открою. Вот этот... Вот за это время я беседую с этим. Вот он, видно его, даже моргает, говорит, слушает. Добрый разум. Вот. Кто-то, он говорит, вы точно нашли стих для названия ролика. Добрый разум доставляет приятность, доброта и открытость на лице у парня так и сияет. Вижу его уже третий раз, по-моему, и всегда удивляет. Его смиренность ни разу не перебивает, с почтением внимает вашим словам, да хранит его Господь, спаси Христос. Один пишет, Андроник, какие усики у мальчика еще. А почему не видно Игнатия Тихоновича на скайпе? Ну, вот не видно. А кто говорит безнадежный шинкарь? Шканарь. То ли на шконках ночует, то ли, не знаю. А я думал, шинкарь. Ну, и система не сработала, и все. Я никогда не прячусь и не включается. Ну, и наш богатый, богатый сайт. Вот на этом на сегодня все. Аллилуйя.